1 декабря. На улице с самого утра выпал снег, но когда ты идешь на работу или учебу, о новогоднем настроении не может идти и речи. Но вот ты возвращаешься домой, и вдруг в вечерней полутьме загорается новогодняя елка. Именно в этот момент твой день становится гораздо лучше. Девушка, говори! Новогоднее настроение видновчанам подарили сразу 10 Дедов Морозов. И пусть в этом году обошлось без традиционного праздничного парада и хороводов, обрадовать получилось и детей, и взрослых. Каждый год традиционно уже привыкли к тому, что приходим к Искре и ждем Дедов Морозов. И сегодня нас ожидал этот сюрприз неожиданный. Хоть так коротко, но все равно детям было очень приятно. И так по цепочке новогодние огни зажглись в каждом уголке муниципалитета. В зеленых аллеях праздника ждали особенно сильно. Казалось, что елка с наступлением зимы стала местом притяжения жителей. Хочется, чтобы быстрее високосный закончился. Начался нормальный год. Я лично пою песни по Новый год. А почему ты их пою? Чтоб Новый год поскалей пришел. Дед Мороз конфет принес. Будем петь, танцевать, будем Новый год встречать. И хотя до наступления праздника еще целый месяц, братья Морозы задают новогоднее настроение уже сейчас. Сейчас оно настало. Благодаря нашей новогодней елочке все ждали. Потому что мы нарядили ее буквально, наверное, дня 4 назад. И миллион сообщений. Ну когда же, когда же, когда же она зажжется? И сегодня настал тот самый момент. И мы теперь ждем 31 день до начала Нового года. Здорово! Здорово! Я соскучился по ребятам. Еще раз поздравляю вас всех с началом зимы. Мы зажгем елочки во всем нашем городском округе. И будет великолепное праздничное настроение. И возможно, его трудно почувствовать через маску или запах антисептиков. Но в муниципалитете зажглись свыше 30 елок. А значит, что даже в условиях пандемии празднику быть. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого.